Первоклашки с огромными букетами и ребята постарше с более скромными розами или гвоздиками. Примерно так традиционно выглядит линейка на 1 сентября. Дети готовятся к началу учебного года и в день знаний радуют своих учителей. Школьники с родителями еще вчера купили цветы и бережно держат их в воде. Мы решили узнать, как выбрать достойный букет и при этом не выложить за него целое состояние. Как оказалось, задачка по силам любому. В покупке с радостью поможет флорист. Сейчас на сентябрь осенние цветы, хризантемы. Есть и устомы разные. Мужчинам красный, темный, малиновый, лимонный цвет. Бордовые такие можно. Женщинам посветлее. Белые, розовые. С цветом разобрались. А что с сортом? От разнообразия разбегаются глаза. Однако, оказывается, есть закономерность. Для преподавателя мужчины стоит выбрать букет из гладиолусов или хризантем. Более сдержанный вариант, уверены флористы. Популярным подарком для женщин считаются эустомы, так называемые небесные розы. Нижняя планка цены, конечно, кусается, но такой букет действительно красив и долговечен. 500, 850, 900, 1000 и так, по нарастающей. То есть цена не ограничена? В зависимости от того, кому будете дарить, директору или школьному учителю. Разумеется, есть и более скромные варианты, которые не так сильно ударят по семейному бюджету. Например, букеты из крупных ромашек. Такой обойдется в 100-150 рублей. За первосентябрьские цветы придется отдать в среднем около 300 рублей. Не самая высокая цена за радость учителя и праздничное настроение. Никита Егоров, Денис Тищенко, Служба новостей и ТВ.